хрустящие куриные крылышки в кисло-сладком остром соусе пожалуй одно из самых знаменитых блюд америки всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду у меня на календаре самое начало августа а у вас осень заглядывает через плечо самое время встречаться с друзьями рассказывать байки на тему как я провел это лето не знаю как у вас а для меня самый лучший формат таких встреч это пивная вечеринка а на пивной вечеринке самый важный вопрос это выбор правильных закусок что такое правильная удачная закуска во первых она должна быть яркой чтобы не надо есть за весь вечер а во вторых она должна быть острый ну по крайней мере достаточно острый чтобы не съесть ее сразу много и не сидеть потом весь вечер соловила и кай и не реагируя на внешние раздражители и еще такая закуска должна быть достаточно простая чтобы если вдруг кому-то не хватит можно было быстро приготовить очередную порцию под все эти пожелания отлично подходят куриные крылышки баффало посудите сами вкус великолепный острота присутствует ковыряться обгладывая косточки можно весь вечер пройдем на рабочее место существует несколько версий происхождения этого великолепного блюда но все они сходятся на одном придумано оно было в одном из баров города баффало что находится в штате нью-йорк какие закуски обычно готовят в баре быстрые и простые и этот рецепт мгновенно завоевал свою популярность и быстро получил как на часто бывает с такими рецептами очень большое количество разновидностей классика это обжаренный во фритюре куриные крылышки полит и потом соусом он состоит из острого соуса на основе каенского перца белого винного уксуса и растопленного сливочного масла и как уже догадались основные улучшения изменения базового рецепта касаются именно состава этого соуса если хотите получить максимально быстрый результат просто идете в магазин ищите там бутылочку с надписью каен hot pepper sauce покупаете бутылочку белого винного уксуса масло смешиваете все и можете зазывать друзей но я хочу показать вам другой гораздо более вкусный соус чем тот что вы можете найти в магазине для него мне понадобится каенский перец идеально конечно же был бы свежий но у нас такого не купить надо удалить семечки с ним будет чудовищно остро очень крупный зубчик чеснока чем более злой будет тем и лучше его надо почистить и порезать особенно мелко резать не имеет смысла одна средняя луковица вот и это как раз лучше порезать помельче чтобы лучше обжаривалась в оригинальном остром соусе на основе каенского перца присутствует морковь но мне гораздо больше по душе вариант без моркови но с протертыми томатами начинаем процесс сразу выкладываю сковородку сливочного масла и обжариваю на нем чеснок и лук лук надо довести до начала зарумянивания это во-первых удалить все неприятные ароматы а во-вторых луковый сахар начнет карамелизоваться и вот эта карамель прекрасно украсит собой вкусовую гамму этого соуса лук в отличном состоянии добавляю томаты ну и естественно острый перец если вы используете свежий каенский перец то его нужно мелко нарезать и добавлять в сковородку вместе с томатами после закипания провалить минут 15 соус за это время будет медленно выкипать и загустевать после того как соус дошел до нужной вам степени густоты выправляем на вкус во-первых белый винный уксус во-вторых соль в третьих секретный ингредиент вустерский соус ищите в крупных супермаркетах насколько мне известно сейчас существует один единственный производитель так что бутылочку ни с чем не спутаете перемешиваем и снимаем пробу отлично все помидоры очень отличаются друг от друга по количеству кислоты и сахара в них поэтому вам может понадобится выправить их на вкус сахар я добавлю примерно столовую ложку соус почти готов теперь его можно измельчить блендере и протереть через металлическое сито или есть прям так ориентируйтесь на свой вкус кстати если перельете его в чистую банку под крышку и плотно закупорите то он в холодильнике у вас как минимум неделю простоит а то и больше зависит от чистоты посуды и так соус готов можно зазывать друзей как только они окажутся на пороге ставьте разогреваться масло для фритюра а сами начинайте рубить крылышки кончики нам не понадобятся есть их нечего а вот на бульон они подойдут отлично если кто-то пропустил щелкайте вот сюда в этом ролике я показывал как готовить деми глязь концентрат красного бульона правда там я готовил его из говяжьих костей но все то же самое делается из куриных и так кончики откладываем в сторону потом заморожу и когда наберется достаточное количество буду готовить домиглаз а вот эти части разделю пополам масло разогрелось обычно жарко во фритюре происходит при температурах 140 190 градусов если вам нужно получить более глубокую прожарку продуктов то температуру делаем низкую а если нужна более ярко были хрустящая корочка то соответственно высокую наша цель корочка поэтому температура фритюра 190 градусов напоминаю что продукты в масло нужно класть тщательно их обсушив иначе будет много брызг масло для фритюра выбирайте естественно рафинированное какое конкретно по своему кошельку у меня оливковые выкладываю крылья небольшими порциями не надо гласть сразу все масло остынет и вместо корочки получите безобразие традиционно таким крылышком подают сырный соус на основе сыра с голубой плесенью готовится он очень просто сначала готовим классический майонез это тот который желтка масло лимонного сока и соли то есть не провансаль в котором вместо лимонного сока используется горчица и уксус а именно классический если кто-то пропустил подробности про майонез а йоли и прочее я рассказывал вот в этих двух роликах быстро его взбиваем не забывайте чтобы майонез взбился сначала придавливаем желток крыльчаткой и только после этого начинаем взбивать поднимать немного крыльчатку можно только после того как эмульсия полезет из-под него не спешите тут засосет сразу много масла и расслоится отлично теперь добавляю немного лимонного сока ориентируйтесь на свой вкус и следите чтобы семечки туда не попадали у французов есть соус с шантелей это классический майонез в который добавили немного взбитых сливок американцы ну как всегда решили упростить себе жизнь и вместо взбитых сливок добавляют в майонез сметану много и не надо паре ложек хватит и сразу же голубого сыра это сыр с плесенью еще полминуты работы блендером и все готово попробуйте может быть захочется добавить еще лимонного сока или перца для остроты уже обжаренные крылышки надо выкладывать на бумажное полотенце чтобы удалить лишнее масло так обжариваем столько крыльев сколько вам надо на мой взгляд не стоит обжаривать сразу все мы же собрались друзьями сидеть весь вечер и трепаться крылья остынут и будут совсем не то куда лучше обжаривать очередную партию как только с предыдущей расправились выкладываю крылья теперь соус и перемешиваем как видите все очень просто соусы можно приготовить заранее а крылышки обжаривать уже в присутствии компании подают их как правило вместе со стеблями сельдерея ну и конечно же с пивом ну пиво оставлю за кадром снимаю пробу для начала сырный соус хороший насыщенный вкус и среди деревьев тема и сырный соус особенно для тех кто любит голубой сыр и не ленитесь сами готовить майонез промышленный все испортит пришла пора крылышек еда конечно же свинская все руки в этом соусе острый яркий вкус вообще было бы очень сложно оторваться если бы не острота поэтому сразу надо запивать этот пожар пенным холодным пивом вот такой мировой закусон 20 минут потратили на соусы 15 минут на обжарку крыльев и встречайте с друзьями напропалую трендите хоть всю ночь вообще с друзьями надо чаще встречаться и если уж говорить друзьях друзья мои вы наверно заметили какой у нас сегодня выпуск плашная живая камера это потому что у нас профессиональный оператор ссылку на его канал дам обязательно в описании видео и посмотрите как нужно правильно снимать кино спасибо за компанию всем пока